Собрались в студию, просто вкусно, на кулинарный вечер с Михаилом Широиндом и с Афином Сиганем. Мы будем готовить сегодня, как выяснилось, рыбную солянку, будем садить рыбу по-норвежски, будем делать блинчики из икры, и еще будем делать пирог, коклеты не будем делать, слава богу, и будем делать пирог апельсиновый, да, вот рассказ о котором, с чего я нашел. Жабры, мы не боимся. Мужики-то все это знают, что в Астрахани есть это. Мы сначала должны было гулять, а солянки, а солянки, главное, не рыбы, как некоторые, а каторки. Вот, смотрите, нарезают толстыми лампями, с палец моченой. Это альтернатива соленой силы, которая всегда получается вкуснее пирога. Я пока езжу до скину. Жарый лук. Эта основа, вот мы делаем, парим с эту еюшку, а параллель у нас парится, жарится, томится лук с томатом. Я хочу немного систематизировать то, что мы делаем. Тут Сережа из того каких-то зруссенцы из рыбы выйдет. Миш, а кто это будет сделать? А их тоже. Мы, когда снимаешь программу, ничего не делали. Кстати, когда мы начинали снимать программу, охотники-то рецепты, Сережа тоже, он был неопытный интерес, он очень скрупулезно все готовил, варил, варил, врезал, и я снимаю, а он что-то здесь себе вверх не видит. Потом он посолил солянку. Мы через какое-то время говорим, так надо солить. Я солил. Он говорит, и что? Я солил. Мы же не сняли, соли. Я говорю, соли. Я говорю, соли. Я не буду это ездить. И мы заставили его посолить в кадре солянку. После чего он как шел. В следующей передаче он делал так. Он брал соль. И ехал. А я не снял это пробнение. А чем отличается съемка от лососей? Значит, как человек, который писал диплом по паразитам высоченных рук в московском государственном университете в 73-м году. Я должен сказать, что лосось – это вульгарное название, не семка, все лосось. Это лосось, форель-лосось, ряпушка лосось. Это все лосось. Но почему-то семгу называют лосось, а в Карелии еще делают ударение на первое слово, как говорят лосось. И этим дико гордятся. Только что мы сейчас это все объясним. Я никогда не говорю лосось. Или семга, или форель. Вот это главное, что у нас семга, ее отличает вот этот вот кружный паразит. Паразит, я вижу. А где там паразит? Нет, там паразит. Паразит, там есть паразит. Я сроду ее не лил. Подождите, даже у меня палец не привучен. Водку зажимать тоже. Пап, хорошо, пап. Шура, чтобы не лить. Он бы нас не отдохнул. Зря хорошую водку в диете. Смотри, сколько я налил. Ну нормально, нормально. А что она дает водку? Маринад? Она помимо того, что она полезна. Да, она еще и вкусна. Можно так сказать. У нас тут немного получше всего. У нас может быть три. Сейчас будет еще рядок. Ну все, а это выбраска? Нет, это не убрать. Это перебирать. А тут закипело? Это сейчас, да. Это может быть чуть-чуть. Откинуть надо все. И потом перебрать. Куда мы это поставим? К тому, кто хочет перебрать, даем. Делается эта юшка. Уже сама рыба, которую ты едешь. Держит и осет. У меня в Мансурово есть ферморыб. Где продают разные рыбы. В том числе ассентра 900 рублей килограмм. На самом деле соляк это большой суп. Овощной суп. В который вот это вот все сварится. Все будет готово. И в самом конце мы кинем туда вот это вот филе. Здесь треска и семжи и хвосты. На самом деле вы можете сделать из чего угодно. Я делал и когда не было семги и без семги. Когда была только осетрина, я делал из осетрины. В такое время тоже было в Крыму. Можно вопросик. Какой у вас такой суп, который вы пробовали? Необычный? Ну или рыбный. Самый необычный суп? Да. Ну вот я не рад, что я подписался на солянку. Надо было подписаться на норвежский суп из брокколи из цветной капусты. Он готовится. Вода и капусту. Вода и капусту. Вода и капусту. Я думаю, что вот этот суп очень вкусный, кстати говоря. И я не знаю насколько он у меня обычный. Но делается он так. Цветная капуста варится в молоке. Отваривается в молоке цветная капуста. Потом блендером это все пробивается. И вот в этот суп пюре крошится копченая семга, креветки. Либо они крошатся, либо они заворачиваются в тонко нарезанные листы семги. Вот так заворачиваются креветки. Выкладываются в центаринку. Делается взбитое крем-пюре и заливается. Отдельно делаются крутоны с чесноком. После этого он засыпается мелко нарезанным укропом. И отдельно выдавливается. Однажды у нас не было, в компании мы делали кром, не было мелкого чего-то процедителя. Наша подружка принесла чистые трусы. Трусы чистые. И мы через эти трусы отжали укроп. И у нас получился укропный сок. Нужен у космоса. И вот тарелка белоснежная, крем-суп-пюре. Там плавают крутоны с укропом. Где-то розовые мелкие креветки, кусочки семги. И сверху несколько капель зеленого укропа. Это очень красиво. Это очень красиво. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это красиво. У меня на «Жигулях» парк генератора. Это люди опытные знают, что имеют генератор. Это хан-хана. Люди опытные знают, что такое, что вы не видели. И, слава богу, я был ехать с барышней. Это было в лесу. В 150 метрах от Москвы. Ты сказал «спасибо». Ты сказал «спасибо, ревеню». Нет, я «нет». Мы возвращались. И меня осенило колдунку снимать. Она сказала «колдунку». Я из них сделала несколько своих. Мы доперлись до Москвы на колдунку. Прекрасный ревенюционный генератор. Михаил Александрович, а у вас такой суп необычный был? У меня суп «Буабес». Но снятый на родине. Мы снимали вот с семьей. Мы снимали вот над Марселем, не в год, а над Марселем на горе, ресторан, который держит создатель «Буабес». И он к нам выходил, старик, он комер лет 40 назад. Мы снимали, значит, лет 10. И вот тогда нам давали «Буабес». Это чудовищно невкусная вещь. Потому что это из ржавого бульона, который кладут куски рыб. По сравнению с итальянским супом «Депеши», это просто небо и земля. Там же суп «Депеши», там две столовые ложки бульона и вот такая гора вареных рыб, устриц, креметок, ежей. Вот это настоящий суп. Но зато мы видели создание любой области. Да можно еще, конечно. Исходя из костерменты. Зато вот так перебрать. Там более так. Капати вот. А только у вас это получается. Заметель. Так. Мы потом перчили себе. Выберли. Ну а потом мы будем еще. Это же было. Каждый пустарел. А вот это было. Спасибо. Еще? Еще? Вот опять. Просто не гарантирую, что она просолит. Кстати, даже было просолит. Смотри, он пастается, что у него стоит. Ты видишь? Да. Реально стоит. Точно, реально стоит. Ну налей уже ложечку супа. Трубы горят. И немножко. Да. Хороший. Хороший. Очень хороший. Получился. Вопреки всему. Получился хороший. Я знаю. Я его даже не пробовал. Я знаю, что он будет. Я тоже покажусь. Медокон. Спасибо. Ты серьезно? Ну вот. Очень хорошо. Это помидоры? Это помидоры? Это помидоры? Ну вот так хорошо. Помидоры не чувствуют, что они так уж сильно консервированы. Подачи можно. Она не вывалит. Давайте. Давайте. Давайте наливаем. Народ требует. Вредно можно получить. Давай. Угрожай уже. Мы здесь еще не начали. Я могу. Налейте нам, пожалуйста, суп. Наливай. Все, все и суп. Да. Все. Давайте. Подходите. Первое вот так, да? Раз. 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 Ну все. Ну все. У нас вот какие телешки. Девушки. Я, я, я. Я снимаю. Мне некогда. Не ради. Вы подходите сюда. А я буду выдавать. Перебавим. Красавица. Так. Да? Настюша, передавай нам все. Здорово. 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 Игорь. Игорь. Все. Пожалуйста. Я все покрустил. Это что за тесто? Ты бубнил так, что не слышно было. Расскажи какое тесто. Быстро скажи. Ну вот, первоисточники, оно было дрожжевое. А это? Дрожжевое. Слоено дрожжевое. Там орехи, корица и апельсиновое варенье. Коричневое сахарное. И делает колбаску. Делал колбаску. Практически есть. Рулет. Рулет. Если так просто, сам делаешь. На таких шутках ты и поднялся. Вот у нас страна советов. Вот Миша, он может посоветовать. Как сделать такой пирог? Орехи. Позвать меня. Орехи. Комбаска. Корица. Сахар. Да, да. Скрутили. Скрутили. Дальше мы берем ногу. Так. Вот примерно на такие кусочки. Мы разрезаем это хозяйство. Доржевое тесто должно в расстойке, должно разбухнуть. Да. Все вот это вот хозяйство должно слипнуться. Нет? Почти. Это для пирога. Полезь. Вы дамы не понятны. Я делаю заправочку для пирогов. Это апельсиновый сок. Да. Это апельсиновый сок. Он вскипел должен. Он вскипел? Нет. Нет. Вот он сейчас пироги мы уже достали. Вот они у нас. Такие наряды. Сейчас он вскипит. Будет раствориться сахар там. И мы нальем туда немножко нитку. И зальем это все. Давай. Пробуем? Все. Пробуем? Да. Нет. Пробуем? Да. Вот это мое на ухо. Хозяйки туда. Коньяк. Я... 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 Снимал был. Посыпь пудрой. Посыпь. Посыпь. Вы попылили же. Пудры надо высыпать. Я готов слег. Снимать уже не надо. А что вы? Прямо так сейчас поставим. Давайте держим. Да. Пудры... Пудры надо сыпать. По-хорошему. Вот когда она... Она остынет. Вот когда она горит. она сразу тает и уже давно он не тает в их глазницах мы это снимали в карелии и когда я пеку блину я всегда пару пару ступ скидаю потому что она полилом не могу стоять так что я хотел хранитель блинов а эти комы они охраняли блины или ели все таки икра сливки и ржаная мука так блины надо есть со сметанкой ребята все готово первый блин ком это я дай ком это лесной дух я в данном случае я хочу на себе проверить первый блин потому что на может быть опять у вас нет а ты остальные жарим там не строить да он сгорел чтобы меня так вы снимали как я готовлю как тебя оказывается все снимают как я ем смотри готовлю ты я да ну не а